Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы и гости канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши комментарии теплые. В мой адрес пусть Василь вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, девочки, мальчики, всех ценю. А сейчас давайте сделаем такой расклад на Крестового Короля, как он проведет свои выходные. Выходные Крестового Короля, давайте будем смотреть. Куда он пойдет, что будет делать, ну и к кому пойдет, к червовой даме, к бобновой даме. Ну посмотрим, что покажут карты. Давайте мы найдем его сигнификатор Крестового Короля и посмотрим. Не будем делать диагностику, коротко посмотрим его выходные. Как он проведет с настроением, без настроения, к кому пойдет, что будет делать. Вот он и вышел почти перед последней голове в мыслях. Он думает, девочки, хочет сказать червовой даме нежные слова, хочет с ней увидеться в скором времени. Так, здесь детская карта вышла. Может быть здесь, может быть у него есть ребенок, но туда он не пойдет, к ребенку, пока его дорога перевернута. Он думает о червовой даме, девочки, хочет прийти в скором времени. Здесь, может быть, это бобновые хлопоты. Скорее всего, здесь свидания с бобновой дамой не будет. Здесь какой-то скандал. И он, у него желаний нету. Будет очень крупный скандал у него с бобновой дамой. Ну, посмотрим, что нам покажут карты. Так, как он проведет свои выходные, короткие два дня. Сделаем короткий раскладик, не будем далеко углубляться. Как он проведет эти выходные, эти короткие два дня. Себя загадывать червовой дамой, ваш мужчина, крестовый король. Ну, если дама выйдет бобновая, будет ваша соперница. Здесь он думает или о деньгах он думает, интересуется деньгами, или это интерес бобновой дамы под сердце. На сердце у него свои дела, свои общения, разговоры. Так, в голове, в мыслях, что он думает, на пороге, что он думает, что рядом с ним, что будет в скором времени. Так, спустимся так. В голове, в мыслях он думает, девочки, какое-то известие получит от бобновой дамы. Все-таки дама есть. Какой-то звонок известие получит от бобновой дамы, но будет хлопотать к вам. На пороге у него, девочки, смотрите, что-то он очень печалится о вас, думает о вас, хочет с вами встречи, свидания, но что-то, чего-то боится, какой-то он грустный, печальный. Так, рядом с ним, рядом с ним бобновая дама, с ней тоже у него будет встреча, свидания. Так, в скором будущем. В скором будущем, смотрите, в скором времени он хочет с вами встречи, свидания, будут говорить теплые, нежные слова. Так, здесь у него будет с каким-то казенным королем встреча, какой-то удар получит от казенного короля. И он будет жалеть, зачем он к нему пошел, к казенному королю. Ну и также здесь он с любовью будет встречаться с бобновой дамой. Ну и здесь тоже, смотрите, здесь бобновые свидания, встречи, хлопоты, тоже потом он делает пусто, пусто делает, девочки. Здесь за что он злится? Здесь у нашего чистого короля в будущем, как он пусто делает бобновые свидания, хлопоты, здесь бобновая дама сразу ему делает магию, магию делает, и он даже и отворачивает свои надежды, даже по магии тоже он не пойдет к ней. Здесь также, смотрите, будет скоро будущая встреча. Ну, в эти короткие два дня, может быть, в скором времени, субботу или воскресенье, будет встреча с червовой дамой, будет говорить теплые, нежные слова. Встреча будет в казенном месте, будет говорить, что он любит ее и что он хочет быть с ней. На сердце он думает о встрече, о разговоре. Да, надежда есть на червовую даму, он надеется на червовую даму. Так, смотрите, неожиданно он хочет, неожиданно для него, у него пришло такое чувство, что он будет надеяться на червовую даму, прямо неожиданно, все пришло к нему. Так, здесь бубновая дама, он расстается в скором времени, и сразу он переходит к червовой даме, и будет встреча, хотя бубновая дама его будет магичить. Так, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше, эти короткие два дня. Будет он очень злиться на бубновую даму, девочки. Будет хлопотать, и он пожалеет, что хлопотал к ней. Будет отворачиваться от бубновой дамы. Здесь также и на вас будут обижены. Что-то обижаться будет, какой-то холодный будет. Ну, может быть, по магии какой-то холодный, злой будет. С бубновой тоже поругается он. Так, думает он о вас, о себе, о вас думает. Так, здесь у него очень скоро времени, у вас будет встреча. Сразу, быстро, завтра. Думаю, завтра будет встреча. От бубновой дамы получит большой удар, девочки. Так, считаю червовую даму очень достойной девушке, благородной, чистой и надежной, с которой можно прожить жизнь. Считает очень честной дамой. Здесь неожиданно, у него какие-то деньги будут. Свидание, встреча будет с червовой дамой. Что-то очень переживает за червовую даму, девочки. Так, куда-то ему надо ехать, дальнюю дорогу куда-то. Может, по работе. Так, смотрите, у них чувства теплые, любовного характера. Червовая дама любит, и крестовый король, что он любит, но он очень переживает за ее любовь. Может быть, он думает, еще не верит, что она любит его. Так, здесь бубновой дамы встреча будет холодной. Какие-то хлопоты к червовой даме будут пустые. Может быть, не успеет, ему дорогу надо ехать. Так, девочки, дальше смотрим. Так, здесь осталось четыре карты. Ну, у него еще есть какое-то желание еще поговорить с новой дамой. Что за желание, посмотрим. Так, пять. Что препятствует ему в жизни вообще? Свой интерес, своя жизнь. Какое происшествие будет? Он что-то будет ударяться за бубновую даму, что она очень любит. Так, пять, шесть, семь. С кем свидание будет? Ни с кем. Ему по работе надо куда-то ехать, и он об этом тоже ударяется. Восемь, девять. Что удивит его? Его удивит магия у него будет, девочки. Десять, одиннадцать. Что одиночит червовая дама? Двенадцать, тринадцать. Тревожит бубновая дама, что она проявляет свои любовь, чувства. Четырнадцать, пятнадцать. Что его порадует? Червовые надежды. Червовая дама тоже надеется, это его порадует. Ну, и чем успокоится? Ну, в скором времени он узнает, что червовая дама тоже на него надеется, рассчитывает на его любовь. Так, девчонки, смотрим дальше. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем успокоиться. Для него. Вот он думает о червовой даме неожиданно. Что-то он к ней повернулся и прямо, очень серьезным образом думает о червовой даме, о ее жизни. Хочет все узнать про червовую даму. Для дома. В доме он сидит и думает о бубновой даме. Может быть, он хочет с ней встретиться, но желаний нет, желания отвернутое, но, наверное, нужно встретиться. Ну вот, да, на сердце. Он думает, надо встретиться и поговорить с новой дамой, что он надеется на червовую даму. Что было? Была у него злость на бубновую даму. Что-то он очень разозрелся на нее. Ну, что она проявляет себя в ненужное место. Она приходит нагло, когда он ее не ждет. Он проявляет свои чувства. Ему это не нравится и это его злит. Что будет, девочки? Будет у него интерес к червовой даме. Он сам боится из-за бубновой дамы, что червовая дама закроет, точку поставит. Чем успокоиться? Здесь какой-то теплый разговор будет. Так, для него. Вот неожиданно у него какие-то деньги появятся в его дом. Червовый туз, это тоже как его дом считается. В его домик придет неожиданно хорошие деньги. Он об этом думает. Для дома. Для него, для дома. Для дома он думает, что нужно поговорить вечерком с бубновой дамой. На сердце. На сердце тоже он хочет с нею поговорить, что он, у него надежда на червовую даму и встречи и свидания тоже касаются с червовой дамой. Что было? Было встречи и свидания с бубновой дамой. Злился, долгое время злился на бубновую даму, девочки. Что будет? Здесь все-таки у него интерес семейного характера к червовой даме. И чем он успокоится? Ну, здесь успокоится, что он с бубновой дамой. Он поговорит. Свидетельствует это известие, сообщение, смс, звонок. Какой-то звонок у них будет. Или она, или он позвонит. Они встретятся и поговорят по душам, что он идет к червовой даме, что у него к ней серьезные отношения. Но здесь может быть червовая дама. Червовой даме не понравится, что они встречаются. Вот. Здесь может быть какой-то небольшой, небольшая обида со стороны червовой дамы. И крестовый король немножко будет переживать, девочки. Так, здесь, ну, крестовый король, из-за этого разговора, что он бубновый пошел, здесь какая-то неприятность между ними будет. И он боится, что червовая дама своей дороги, свою любовь сделает пусто. Он переживает. Он очень огорчается. Так, и очень он боится, что вдруг к червовой даме какой-то мужчина придет. Ну, и у него какие-то чувства холодные. Вот, немножко холодный будет к червовой даме. Но все-таки, я думаю, это все, это небольшая ссора, небольшой разговор. Это все уйдет. Какой-то момент она уйдет, я думаю, потому что он идет к червовой даме, с бубновой уже расстается, все заканчивается. Но он боится, что червовая дама его не поймет, и все, что он построил с ней, станет пусто, ее любовь, дороги, и переживать будет. Еще тут какой-то бубновый король прямо смотрит, как крестовый король идет червовой даме. Может быть, бубновый какой-то король надеется на червовую даму. Но это уже следующий, другой расклад будет. А тут у нас расклад маленький, короткий, на эти короткие два дня, поэтому все будет хорошо, но под конец, когда он захочет встречаться с бубновой дамой и расстанется, червовая дама немного обидится, но это ничего, все равно они будут вместе. Крестовый король будет с червовой дамой. Ну вот такой расклад, девочки, короткий расклад на крестового короля, как он проведет свои выходные. На этом все. Всем удачи, всем любви, девочки. Всех люблю, ценю. Подписывайтесь на мой канал. У кого-то за ним, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok